Всем привет! Меня зовут Владилен и я занимаюсь тем, что рассказываю простыми словами про разработку. На моем канале присутствует огромное количество материалов по JavaScript и в частности про frontend. Но я решил, что данный материал будет неполный, если я не расскажу про такие базовые вещи, как HTML и CSS, для того, чтобы вы могли, используя только материал с моего канала, последовательно попадать в разработку. Поэтому я с радостью вам представляю свой новый практический курс по такой потрясающей технологии, как HTML. В результате данного видео вы напишите свой первый сайт резюме, где на его примере мы посмотрим про все основные составляющие, которые есть в HTML. Вы с нуля поймете, что это такое, вы научитесь настраивать среду разработки для того, чтобы эффективно писать данный код и поймете, что вам нужно будет учить дальше. Поэтому прошу любить и жаловать. А для тех, кто хочет дополнительно попрактиковаться в HTML, в описании к этому ролику я оставлю ссылку на свой телеграм-канал, где будет статья с полноценными практическими упражнениями, бесплатными по HTML. Поэтому переходите, подписывайтесь, там будет вся необходимая информация. На этом я предлагаю начать и приятного просмотра! Для начала давайте определимся, а что же такое HTML и чем мы будем заниматься в рамках данного ролика. Для этого я хочу обратиться в первую очередь к документации, где написано, что HTML это аббревиатура от Hypertext Markup Language. Да, если по-русски, то это язык гипертекстовой разметки. И дальше написано, что это самый базовый строительный блок веба. Что же такое веб? По сути, это то, где мы с вами сейчас находимся. То есть это веб-сайт, сайт, вкладка в вашем браузере, да и вообще все, что вы делаете в браузере, это все веб-сайты, и как следствие вы находитесь в вебе. И каждая такая веб-страница, она состоит из трех основных строительных блоков. Первое это HTML, второе это CSS и третье это JavaScript. Как раз в описании дальше и перечислено, что есть CSS и JavaScript. Конкретно сейчас нам очень важно понимать, а какую роль здесь занимает HTML. И на самом деле он служит для того, чтобы строить структуру всех этих страниц. То есть если мы сейчас посмотрим на данную страницу, то все элементы, которые мы видим, например, текст, ссылки, описание, это все есть HTML. Но в данном случае мы видим, что страничка довольно-таки симпатично выглядит, тут есть определенная стилистика, и вот как раз-таки уже эта часть, визуальная, она принадлежит CSS. Есть и третья составляющая, это поведение самой страницы, то есть какие-то элементы, которые динамически изменяются. Вот, например, как я сейчас что-то вписываю, и вы видите некоторый дропдаун. Уже конкретно это идет роль JavaScript. Если привести метафору с человеком, то у человека также есть скелет, и в данном случае это HTML, есть кожа, волосы, ну то есть его внешний вид. Это в данном случае будет CSS. А то, что заставляет всю эту структуру двигаться, это и есть JavaScript. Сейчас я вам хочу показать страницы, которые написаны на чистом HTML, без других строительных блоков, и я думаю, что вы поймете, о чем идет речь. Для этого давайте я сделаю запрос в Google. Pure HTML Page. И, значит, перейду по этой ссылке. Это просто для демонстрации. Значит, мне очень нравится, во-первых, вот этот сайт, x.com, и это классический пример того, как выглядит HTML. То есть вот он. И, да, видимо, это один из самых первых сайтов, которые создавали. Наглядный пример, на самом деле, вот этот третий. Сами можете прочитать название. Но это классический пример того, что из себя представляет HTML. То есть, как я и говорил, это чисто структура, без какой-либо стилистики. То есть тут есть заголовки, тут есть какой-то текст, есть заголовки ниже уровня, есть параграфы, списки, ну и так далее. То есть мы видим, что, в принципе, это выглядит как сайт, но он немного отличается от того, что мы видели до этого. Потому что здесь не используются другие строительные блоки. Так вот, как раз-таки HTML про это. Что мы можем создавать определенную структуру нашего сайта, ну и потом с ней что-то делать. Поэтому в рамках данного ролика я вам предлагаю с нуля посмотреть на то, как работает HTML. И в результате этого видео мы с вами напишем небольшой сайт резюме, где мы напишем то, чем мы умеем заниматься, и выложим его на удаленный хостинг для того, чтобы другие люди также смогли его осмотреть. И для начала давайте посмотрим на основные структуры, которые есть в HTML. Это называется Syntaxes. И для этого я открою сайт, который будет называться CodePen. Можно его просто прогуглить. Значит, я сюда перехожу. Это онлайн текстовый редактор, где мы можем практиковаться с какими-либо технологиями для разработки. Для того, чтобы начать пользоваться данным инструментом, нам необходимо войти в систему. Если у вас нет аккаунта, вы можете нажать на кнопочку Sign Up, и тогда вы просто здесь зарегистрируетесь, либо логин для того, чтобы войти. В данном случае я сделаю Sign Up with GitHub. Значит, нажимаю Sign In и жду своего кода подтверждения. После того, как мы зашли, мы видим примерно следующую картину, что у нас тут есть три основных пункта, где мы можем писать на самом деле код, потому что это в конечном итоге текстовый редактор только в браузере. Кстати, что самое интересное, он тоже построен на HTML, CSS и JavaScript. И в рамках данного видео мы будем пользоваться только HTML, поэтому я беру и скрываю два остальных блока, то есть у меня остается только текстовое поле для работы с HTML. Ну и теперь переходим к самому интересному, как нам создавать данную структуру сайта с помощью этого языка разметки. В конечном итоге HTML – это просто некоторый текст в определенном формате. И мы можем сразу же в этом убедиться, если напишем, например, здесь, как это делают по суперклассике в разных языках программирования, когда начинают их учить. Например, напишем Hello World. Значит, я набираю такой текст, и прелесть этого редактора в том, что мы моментально видим результат, который мы должны получить. Поэтому для начала я решил его использовать. То есть, по сути, сейчас мы просто создали текстовый файл без каких-либо специальных элементов HTML, но при этом мы уже получили необходимый результат. То есть первое, что вам очень важно запомнить, это то, что сам по себе HTML – это просто текст в определенном формате. Окей? И теперь перейдем к формату. Что касается формата, то HTML – это язык разметки, и поэтому в качестве разметки здесь используются различные теги, для того, чтобы мы могли превращать наш текст в необходимый формат. Теги на самом деле выглядят как ключевые слова или ключевые команды, обернутые в треугольные скобочки. То есть, например, если я хочу, чтобы данный текст Hello World, он лежал в определенном теге, например, в заголовке, то в таком случае я могу поставить здесь две треугольные скобочки таким образом. Я даже могу увеличить здесь масштаб. И название тега в данном случае – H1. Если мы сейчас посмотрим, то мы видим, что наш результат, он изменяется. Отлично. Давайте добавим какой-нибудь еще сюда текст. Например, значит, this is HTML course. Я, кстати, пишу по-английски только лишь потому, что мне не хочется переключаться на русский язык, чтобы не тратить время. Смотрите, что я хочу показать этим примером. То, что вот мы сейчас написали Hello World, и вроде бы мы хотим, чтобы вот этот текст у нас тоже был уже обычным текстом, а не заголовком. Но мы видим здесь другой результат, что несмотря даже на эти пробелы, на Enter, которые мы поставили, HTML все равно считает, что это один заголовок. И на самом деле он делает все правильно, потому что в отличие от обычного текста у нас не учитываются вот эти пробелы, Enter, которые мы ставим. Нам необходимо вручную говорить, где наши теги заканчиваются и где начинаются. Если в данном случае мы говорим, что тег тут начинается, то для того, чтобы его завершить конкретно в данном месте, мы также обозначаем здесь заголовок h1, но чтобы указать, что он здесь заканчивается, мы ставим такой слэш. То есть на самом деле синтаксис очень прост. Мы таким образом открываем тег, и таким образом закрываем тег. Все. Как видим, один заголовок у нас есть, и дальше у нас присутствует обычный текст. Мы, например, кстати, можем его положить в другой заголовок, значит, допустим, в h3. Если посмотрим на результат, то мы видим, что заголовок стал меньше. Значит, это и есть концепция тегов, и вообще весь HTML как раз таки про это, что вы знаете какие-то теги, вы их используете, и таким образом можете структуризовать вашу страницу. На этом этапе вы можете меня спросить, а откуда я вообще знаю, что присутствуют такие заголовки, как, точнее, такие теги, как h1 или h3, а существует ли, например, h6 или h10. Для этого давайте я покажу, как обычно необходимо искать такую информацию. Значит, я вписываю что-то вроде html, heading, и здесь я добавляю ключевое слово MDN. Сейчас объясню почему. Значит, мы сразу же попадаем, точнее, первая ссылка в выдаче ведет на сайт developer.mozile.org. Это, кстати, сайт, где я находился на первом экране данного видео. Это одна из самых лучших документаций, которой я крайне настоятельно рекомендую пользоваться, потому что покрыть все теги в данном видео мы не сможем, потому что их довольно-таки много, да и в этом смысла на самом деле нет, потому что, понимая принцип того, как это работает, вы сможете уже самостоятельно все это изучать. И для таких ситуаций я рекомендую пользоваться документацией, потому что здесь описаны как раз-таки все необходимые детали, которые вам нужно знать. Значит, и, во-первых, мы видим, что здесь все на русском языке, что не может не радовать. И мы видим, что, да, есть описание таких тегов, как h1 и последовательно до h6. Есть примеры использования, да, как эти теги выглядят и результаты данного кода, то, что мы примерно сейчас и смотрели. И в дальнейшем по этому видео я постараюсь возвращаться к документации для того, чтобы показать вам, как этим пользоваться, чтобы в дальнейшем вы также смогли научиться это делать. И еще одна маленькая рекомендация по поводу прохождения данного видео. Я вам сейчас буду показывать то, как я пишу определенные элементы. Мы будем дальше сразу переходить к практике, создавать наш сайт. И постарайтесь сразу же писать за мной то, что я делаю, а еще в идеале не чисто переписывать то, что я пишу, а придумывать какие-то свои названия, возможно, свою структуру и так далее. То есть идея в том, что как только вы будете сами писать те элементы, которые мы сейчас с вами проходим, вы будете лучше это запоминать, и именно за счет этого вы будете это изучать. То есть это и есть процесс обучения. Если вы просто посмотрите, то, скорее всего, вам потом будет сложно вспомнить, а что мы тут делали. Окей, давайте еще немного поиграем с CodePen, и потом уже перейдем в среду разработки. Значит, что я хочу вам здесь еще показать. То, что, например, если мы хотим добавить больше отступа между этими тегами, между этими заголовками, то в обычном текстовом файле мы бы сделали вот примерно таким образом. Нажали бы «Сохранить». Кстати, здесь CodePen сам сохраняет, либо мы можем нажать кнопочку «Save». Но, как видите, у нас остается здесь пустое пространство, а результат от этого не изменился. Потому что, как я и говорил, HTML работает немножечко по-другому. Он в первую очередь смотрит на те теги, которые мы пишем, а не на то пространство или не на те пробелы, которые мы оставляем. Так вот, если мы хотим, чтобы у нас было здесь больше места, то тогда мы можем, например, использовать другой тег, который называется «Bear», сокращенно «NodeBreak». Но здесь у него немножечко другой синтаксис, потому что он самозакрывающийся. Давайте пока на него посмотрим. И как результат мы видим, что появилось дополнительное пространство. То есть отсюда мы должны понять, что присутствуют как теги по типу «h1», которые мы обязаны сами закрывать, так и есть самозакрывающиеся теги. Идея здесь в том, что у нас нет смысла складывать сюда какой-то контент, например, какой-то текст. И поэтому мы просто говорим, что да, здесь присутствует этот тег, но больше нам с ним ничего не нужно делать. Окей. Давайте я, допустим, его вырежу, ставлю куда-нибудь сюда, чтобы у нас был для примера. Также покажу другой тег, который мне очень нравится. Он называется «horizontal rule». Это тоже самозакрывающийся тег, поэтому здесь оставлю такой синтаксис. И мы в итоге получаем такую длинную горизонтальную черту, которая разделяет определенные элементы нашего документа. Документом в данном случае является просто HTML-файл. Окей. Двигаемся дальше. Значит, сейчас мы вернемся к нашей горизонтальной черте. Перед этим я бы хотел показать вам следующее. Что, смотрите. Допустим, я создам еще один тег. Я назову его «p». Это сокращенно от параграф. Здесь мы можем создавать теги либо вручную, да, таким образом. И тут какой-то текст. Но мы можем создавать теги быстрее. Если я просто напишу здесь «p», и данный редактор знает, да, что это у нас будет тег, если я нажму здесь «tab», то он автоматически мне превращает это в наш тег. В общем, этим пользоваться намного удобнее, поэтому в дальнейшем я рекомендую привыкать именно к такому способу создания тегов. Здесь я напишу какой-нибудь сам random текст. Значит, давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы видим, что есть два заголовка, горизонтальная черта, есть еще один заголовок, и дальше у нас присутствует довольно-таки большое пространство, и здесь уже дальше идет текст. Если я хочу избавиться от этого пространства, то мы должны каким-то образом удалить тег br. Ну, я сказал каким-то образом, мы можем просто его удалить, и, разумеется, все будет работать нормально. Но если по какой-то причине я хочу оставить этот тег в документе, но при этом я хочу, чтобы он не работал, я могу его закомментировать. Для этого я могу нажать сочетание клавиш, так как я работаю на Mac, то это Command, Slash. Если вы работаете на Windows, то это будет Control, Slash. И мы получаем в HTML следующую конструкцию, это называется комментарий, то есть это открывающийся тег, восклицательный знак, два дефиса, ну и потом два дефиса, скрывающий тег. То есть мы видим, что он даже подчеркнул теперь тег br другим цветом, то есть он закомментирован, он есть в документе, но при этом интерпретатор никак его не обрабатывает. Да, и поэтому здесь мы избавились от этого пространства. Таким образом, я вам показываю сейчас основы синтаксиса для того, чтобы уже переходить к практике. Хорошо. И теперь, как я и говорил, давайте вернемся к тегу horizontal.ru. Я хочу его немножечко настроить, потому что мне не совсем нравится, как выглядит эта черта, и давайте посмотрим, а что мы вообще с этим можем сделать. Значит, для этого я напишу hr, html и mdn. Значит, вот мы можем перейти на его документацию, посмотреть, как он используется. Служит для тематического разделения абзацев. И тут, когда мы смотрим на документацию по тегам, у нас всегда присутствует поле attributes. Это еще один очень важный концепт, с помощью которого мы можем настраивать наши теги и вид документа. Значит, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь присутствует. Мы видим, что есть атрибут align, color, no shade, size, width. В принципе, для этого тега все. То есть это определенные параметры, которые настраивают наш тег. И, например, я хочу установить высоту в пикселях. То есть, если мы сейчас посмотрим, то, судя по всему, это один пиксель. Для того, чтобы применить атрибут, это специфический синтаксис самого html, мы обращаемся к самому тегу. То есть мы находимся сейчас внутри этого тега. И дальше я прописываю название этого атрибута, size. После этого я ставлю равно, две кавычки. Обратите внимание, что здесь их две. И внутри этих кавычек я уже пишу какое-то значение. Ну, например, один. Если мы посмотрим на изменения, то мы все-таки получили некоторые изменения. Давайте посмотрим более наглядно. Допустим, я поставлю здесь пять. И теперь мы явно видим, что наша горизонтальная черта увеличилась. То есть теперь она отличается от поведения по умолчанию. Давайте посмотрим, что мы еще можем ей задать. Допустим, есть такой параметр, как noShade. Данное правило говорит, что у нас не будет никаких теней. Окей, давайте посмотрим. Значит, это еще один вид атрибута. Так, я ставлю noShade. Потому что, как видите, я просто его прописал, но я не даю ему никакое значение. Да, потому что просто его наличие уже задает определенный параметр. И мы видим явную разницу от того, как отличается у нас теперь поведение этой вертикальной, точнее, горизонтальной черты. Какие еще мы можем использовать параметры? Допустим, мы можем задавать определенную длину линии в пикселях. То есть идея в том, что количество атрибутов, которые мы используем, неограничено, в случае, если они не противоречат друг другу. Обычно таких... Довольно-таки мало таких кейсов. Значит, допустим, я поставлю width. Пусть будет, например, 300 пикселей. Да, и вот мы получаем такое поведение. Ну и давайте разберем последний атрибут. Скажем, color. То есть, на самом деле, с помощью даже обычного HTML мы можем как-то управлять его стилистикой, но в курсе по CSS я покажу, что там это делается намного лучше. Значит, и, например, color red. Вот. То есть, мы видим, как классно и красиво мы теперь построили наш документ. Давайте я уберу сейчас этот width, чтобы мы насладились полной длиной этой красной линии. И таким образом, в принципе, и выглядит основа работы с HTML. То есть, давайте быстренько повторим. У нас есть теги. Теги себе представляют название определенных тегов, заключенные в треугольные кавычки. И есть закрывающиеся теги, да, как, например, заголовок. Делается это для того, чтобы внутрь поместить какой-то контент. Есть теги самозакрывающиеся. То есть, мы не складываем никакой контент внутрь этих тегов. Значит, у каждого тега присутствуют различные атрибуты, которые мы опционально, то есть, ну, если мы хотим, добавляем для этого тега, с помощью которых мы можем настраивать сам HTML. Атрибуты бывают двух видов. Это с параметром и без параметров. Также бывают комментарии. Да, они выглядят таким образом, которые оставляют тег в HTML-документе, но при этом мы никак его не обрабатываем. Да, в принципе, и все. То есть, вот это все необходимые основы, которые есть в HTML, на основе которых мы можем уже создавать полноценные HTML-структуры для сайтов. Поэтому я предлагаю сразу же перейти к этой задаче, уйти уже в данном случае от код пена. Здесь я также еще дам небольшую рекомендацию, что пока вы тренируетесь, пока вы начинающий, то пробуйте чаще писать что-то в код пене и, возможно, сохранять различные наработки, которые у вас есть, для того чтобы... Ну, во-первых, это дополнительная практика, которая позволит вам лучше понимать, как пользоваться теми или иными конструкциями в HTML. Ну, плюс у вас будут оставаться определенные шпаргалки, к которым вы сможете легко вернуться и лучше понимать, как вам с этим работать. Но в данном случае мы уйдем от онлайн-редактора, потому что сейчас я хочу поработать уже локально, то есть в своей программе на компьютере. И для этого я крайне рекомендую вам скачать бесплатный редактор, который называется VS Code. Делаю запрос в Google, и первая ссылка ведет на этот официальный сайт. VS Code – это очень классный и бесплатный редактор от компании Microsoft, с помощью которого мы можем программировать практически на любом языке, например, на HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP и так далее. И в данном случае этот редактор нам очень классно подойдет для того, чтобы изучать HTML и писать на нем. Я сейчас покажу, как его настроить. На данной странице вам необходимо скачать этот редактор, установить его как обычную программу, и после того, как вы ее запустите, вы увидите примерно такую картинку. Как я и говорил, это просто текстовый редактор, и для того, чтобы начать с ним работу, нам необходимо открыть папку проекта, где мы будем содержать весь наш исходный код. Для этого я нажимаю кнопочку, например, «Открыть». Я храню все свои проекты в папке vs-code, и здесь я создам новую папку, которую я назову, например, «html-курс». Нажимаю «Создать». Это обычная пустая папка, и после этого я просто ее открываю. Теперь это рабочее пространство, открыто у нас в текстовом редакторе. Как видим, у нас пока нет никаких здесь файлов, мы позже их чуть будем добавлять. И давайте я сделаю небольшой обзор на данную программу, чтобы вы понимали, что и как здесь работает. Плюс я покажу пару настроек, которые вам необходимо сделать для того, чтобы вам было комфортнее разрабатывать и было так же, как и у меня. Значит, в этой вкладке мы видим все те файлы и папки, которые находятся у нас в проекте. Мы как раз-таки будем активно с ней работать. Дальше здесь присутствуют дополнительные пункты меню. Некоторых у вас может не быть, как у меня последних, но при этом то, что нам сейчас важно, это вот поле расширения. Давайте в них перейдем. Значит, здесь мы можем с помощью дополнительных плагинов расширять функционал нашего редактора. И давайте я покажу, какие у меня сейчас установлены. Сделаю фильтр по установленным для того, чтобы вам показать, какие потребуется установить для комфортной работы с HTML. Значит, во-первых, я рекомендую AutoClose Tag. Это нам позволит более комфортно описывать различные теги. И для того, чтобы установить такой же плагин, вы просто берете и в этом поле вписываете AutoClose Tag. Пишите. Вот вы переходите в данный плагин, и здесь будет кнопочка «Установить». Выглядеть она будет примерно таким вот образом. Значит, устанавливаете такой плагин. Давайте я вернусь к установленным. Дальше. AutoRename Tag. Тоже очень полезный плагин, который позволяет более комфортно описывать HTML. Вам, в принципе, может помочь плагин BracketPair Colorizer 2. Это более продвинутая подсветка. Так, из того, что еще нам нужно будет... Давайте посмотрим. Нам потребуется плагин Live Server. Я вам покажу, как вы можете разрабатывать сразу же в редакторе, и весь результат будет моментально отображаться в браузере. С помощью этого плагина тоже установите его. Open Browser. Полезная вкладка. Я тоже думаю, что я покажу, как с ней пользоваться. Что касается Pretier, вы можете его установить. Значит, я покажу в процессе, как это работает. Так, и из обязательного и функционального все. Вы также можете еще установить VS Code Icons. Это просто будут красивые иконочки для различных файлов и папок. Но это опционально, потому что это визуал. Если вы хотите более подробно познакомиться с тем, как работает VS Code, то у меня на канале есть полный курс по этой программе. Сейчас будет подсказка. Давайте теперь вернемся к теме нашего курса и поговорим про HTML. То есть для того, чтобы нам начать писать код на HTML, нам необходимо создать файл. Делается это с помощью вот этой кнопочки. И по классике, HTML файлы, первый HTML файл, который мы создаем, мы называем его индекс. По умолчанию браузеры, которые будут смотреть на ваш сайт, а по факту сайт, который мы пишем, он и есть вот эта вот папочка, в которой мы сейчас ведем разработку. Он будет в первую очередь смотреть на файл index.html и именно его открывать. Позже, когда мы будем заливать этот сайт на сервер, нам это потребуется. И в данном случае мы, разумеется, можем делать то же самое, что и делали до этого в CodePen, например, писать hello world. Значит, давайте я сохраню. И в первую очередь давайте протестируем, что у нас все это работает. Тут есть две опции. То есть на самом деле все, что нам нужно сделать, нам нужно данный index.html файл открыть в нашем браузере. Я открою папку. Значит, в Mac это Finder, в WinD это будет Explorer. И вот у нас есть папка нашего проекта, есть index.html файл. Я могу, в принципе, дважды по нему кликнуть. И, как видите, мы открываем его в браузере. То есть тут прописан просто путь до этого файла. И мы видим необходимый нам результат. Это первая опция, но так как мы уже установили дополнительные плагины, то мы можем сделать это проще. Во-первых, если вы правой кнопкой нажмете здесь, и тут будет поле Open in Default Browser, тоже можем нажать, и мы видим тот же самый результат, что и получали до этого. Это делается с помощью вот этого плагина, который я показал. Но способ, которым мы будем пользоваться, это открыть правой кнопочкой. И здесь есть пункт меню Open with Live Server. Данная опция появится у вас только, когда вы установите расширение Live Server. Давайте воспользуемся этим. Значит, я нажму. И сейчас мы видим тот же самый результат, однако, как видите, у нас изменился путь. Опущу сейчас технические детали, как это работает. Суть заключается в том, что... Давайте я вам покажу это так. Я, допустим, разделю экран. И теперь смотрите, если я вношу какие-то изменения в наш файл, нажимаю «Сохранить», то пока мне пришлось вручную перезагрузить страничку, и нам показывается сообщение о том, почему не получилось автоматически отобразить. Как раз-таки это была моя следующая тема, поэтому давайте сейчас автообновление мы опустим, и вернемся к теме HTML, после этого вы увидите разницу. Суть заключается в том, что HTML на самом деле это не просто текст, да, и просто теги, которые мы описываем. У HTML должна быть своя определенная структура. И на самом деле полноценный HTML файл выглядит следующим образом. Всегда в корне идет специальный тег, который называется HTML. Кстати, видели, да, что у меня по умолчанию появился закрывающий тег, чтобы мне было проще работать, тоже благодаря плагину. Вы, кстати, можете писать, как я, или можете писать вот таким вот образом. HTML, нажимать «Tab», да, и получать тот же самый тег. Это называется «Plugin Emmet», он встроен в VS Code. То есть корневой у нас тег «HTML», и дальше у нас идет два основных тега, которые нам также нужно обозначить. Первый — это «Head», и второй — это «Body». То есть, по сути, такая небольшая структура, и что это все значит? Во-первых, с помощью тега «HTML» мы говорим, что мы в данном файле разрабатываем непосредственно HTML код. Дальше идет секция «Head». То есть все, что находится внутри тега «Head», это относится к дополнительной информации про наш файл, но этой информации не будет видно в самом документе. То есть не будет видно в самом браузере. А вот то, что находится в теге «Body», это как раз-таки то, что мы уже увидим. Например, мы можем здесь написать тег «H1» и, скажем, написать здесь «Hello from HTML». Теперь, если я нажму «Сохранить», автообновление все равно не происходит, поэтому давайте мы перезапустим сервер. Здесь я нажму кнопочку «Остановить сервер». Значит, дальше опять открою его. Нужно перезагрузить, чтобы не было ошибки. Да, теперь мы видим, что мы получаем здесь текст «Hello from HTML». Если я, допустим, что-то изменю здесь, то, как видите, теперь это моментально отрабатывает, потому что на текущий момент мы сделали правильную структуру в файле. Теперь давайте я также закрою все вот эти вот вкладки, чтобы они нам не мешали. Да, и будем работать теперь с этим файлом. Какой пример сразу же я могу привести в секции «Head». Очень классный тег здесь — это title. Давайте его тоже обозначим. И в качестве тайтла давайте напишем какой-нибудь текст, скажем «Ladilen Resume». Или давайте по-английски «Ladilen CV». Нажимаю Ctrl-S. И теперь смотрите, что изменилось. У нас изменилось название нашего таба. То есть мы как бы не видим в самом документе этой информации, но при этом мы получили вот эту доп. информацию благодаря секции «Head». И, в принципе, вот это и есть базовая структура. То есть то, что мы с вами вот до этого разрабатывали, такая разработка ведется именно в секции «Body». Здесь, например, мы можем ввести какой-нибудь параграф, вот эти вот всякие линии, ну и так далее. Значит, учитывая, что обычные HTML-файлы, они все плюс-минус одинаковые, то для этого есть специальное сокращение, чтобы быстрее прототипировать подобные шаблоны. Значит, нам придется опять перезапустить сервер. Для этого мы можем написать здесь восклицательный знак. И если я нажму здесь «Tab», то, как видите, WS-код с помощью плагина автоматически за меня сгенерировал необходимую структуру HTML-файла. Если мы внимательно на нее посмотрим, то здесь также присутствует тег «HTML» корневой, есть секция «Head», есть пустая секция «Body», есть «Title». И также присутствуют еще дополнительные элементы, такие как «DockType». «DockType» — это инструкция, которая говорит, какую версию HTML мы используем. Сейчас «DockType» — он классический, то есть это самый последний HTML, HTML 5. И вы, в принципе, просто можете запомнить, что описывается такая структура. Она нужна исключительно для браузеров, чтобы они понимали, как правильно им интерпретировать различные теги. И что касается вот этих вот инструкций, это тоже дополнительные самозакрывающиеся теги. Обратите внимание, что они могут идти как со слэшем, так и без слэша. Это мета-теги, которые добавляют дополнительную информацию для нашего документа и для браузера. Давайте на текущий момент упростим эти теги. Единственное, что я хочу обозначить, что структура у них такая же, как я и обозначал до этого. Есть название тега, и дальше идут различные атрибуты и их значения. То есть пока давайте мы их удалим. Но я оставлю один очень главный мета-тег, у которого есть атрибут charset и у которого значение utf8. С помощью данного мета-тега мы указываем определенную кодировку, в которой мы описываем данный html файл. И это очень важно для того, чтобы мы могли писать на различных языках. Кодировка utf8 является стандартом сейчас для разработки. Поэтому, по сути, это то, что вам пригодится в 99% случаев для разработки в html. И здесь также еще дополнительный есть атрибут langen. В принципе, его тоже можно удалить. И сейчас мы получаем абсолютно элементарную структуру html документа, но при этом мы сгенерировали его с помощью нашего плагина. Теперь я предлагаю вернуть title. Значит, здесь будет у нас title владелин cv. У вас будет, соответственно, там ваше имя и название там портфолио, резюме. Давайте теперь снова откроем это с помощью лайв-сервера. И больше мы уже не будем менять структуру. То есть теперь всю разработку мы будем ввести именно в теги body. Здесь также я хочу обратить ваше внимание, что вы могли заметить, когда я нажимаю ctrl-s, то у меня автоматически код как бы форматируется и удаляются там лишние символы, пробелы и так далее. Это делается благодаря вот этому плагину, который называется Prettier. Значит, вы можете его использовать, если бы вы установили, да, в extension. И он просто позволяет вам держать код автоматически оптимизированным. Ну, с точки зрения там различных пробелов и так далее, форматирования. В принципе, это не обязательно. Я подумал о том, что, наверное, на этот урок я отключу Prettier для того, чтобы мы более четко понимали, да, какие действия совершают. То есть теперь, смотрите, я уберу это поле. Начну что-то вписывать. Да, и теперь при сохранении у меня нет форматирования. Да, давайте поступим таким образом сейчас, чтобы нам было проще разобраться с тем, что происходит. И сразу же давайте перейдем к практике. То есть сейчас я хочу создать HTML-документ, который будет являться моим резюме. Давайте попробуем это запрототипировать. И начнем, пожалуй, с заголовка H1, где я напишу свое имя. Теперь я уже буду писать все по-русски, чтобы красиво было. Значит, меня зовут Владилен Минин. Так, опять слетел Live Server, только лишь потому, что я перезагрузил VS Code. Давайте проверим, что все это отрабатывает. Да, отлично. Автообновление работает, и все. Мы получаем теперь заголовок. Супер. Значит, по ходу того, как мы будем делать данное резюме, мы разберем различные теги, как их использовать, различные техники в HTML. Поэтому давайте дальше перейдем к, допустим, описанию того, кто я вообще такой. Например, эту информацию общую я положу в параграф P, нажимаю Tab, получаю здесь данный параграф, и какую-нибудь дам общую информацию. Я основатель YouTube канала. Давайте здесь напишу одноименного YouTube канала, чтобы не дублировать свое имя. И, например, в параграфе ниже я напишу то, чем я люблю заниматься. Например, я люблю путешествовать, заниматься спортом и программировать. Ну, какая-то такая общая информация. Вот мы получаем два этих параграфа. Теперь я хочу, допустим, выделить какие-то основные элементы здесь. Скажем, вот эту вот информацию я хочу немного подчеркнуть, чтобы она была наклонная. И мы это можем также сделать с помощью HTML. Для этого есть специальный тег, который называется em. Значит, смотрите, у меня получился здесь тег em. И вот внутрь этого тега я должен положить тот контент, который я хочу, чтобы был наклонным. То есть я вырезаю и вставляю, например, сюда. И, как видите, теперь мы получаем вот такой вот наклонный текст. Для тех, кто давно уже может знать HTML, вы можете меня спросить, есть же такой тег, например, как i, который, в принципе, давайте просто это протестируем, делает то же самое, что и тег em. Какой тег необходимо выбрать? В данном случае, вообще в данном видео, я вам буду показывать самые актуальные теги, которые стоит использовать. Так вот, i в данном случае это устаревший, деприкейтед тег, который вам использовать не стоит. По той причине, что менялась спецификация самого HTML. И если вкратце, то тег i, он делает это только визуально. А тег em, помимо того, что визуально наклоняет нам текст, он также и добавляет семантики для этого документа, что те роботы потом, которые будут читать структуру нашего HTML-файла, они поймут особенное свойство этого текста. Сейчас я не хочу подробно на этом останавливаться, но если вы, опять же, перейдете к документации em.html.mdn, значит, перейдем на сайт, то здесь как раз-таки будет подробная статья про это. Почему я сейчас на этом также остановился? Потому что подобная же ситуация существует и для выделения жирным. Кстати, как нам это сделать? Давайте, допустим, текст YouTube канала я хочу выделить жирным. И для этого мы должны использовать тег strong. Значит, давайте мы его отсюда вырежем и вставлю сюда закрывающий тег. То есть, в сами теги мы вставляем тот контент, которым мы хотим работать. Да, и теперь если я сохраню, то мы получаем здесь вот такой классный эффект. Давайте пойдем дальше. И, например, базовую информацию мы про меня заполнили. Теперь я хочу дать дополнительную информацию. Значит, например, здесь я поставлю тег horizontal.ru для того, чтобы у меня было разделение. И после этого здесь я добавлю заголовок H2, где напишу, например, давайте здесь, скажем, будет мои социальные сети. И будет еще одна секция, допустим, мои хобби. Значит, в этих секциях мне нужно перечислить, во-первых, социальные сети, ну, а здесь перечислить хобби. И для того, чтобы использовать списки в HTML, существуют связанные теги. Давайте я покажу, как это работает. Во-первых, мы можем начать с такого тега, как ul. Значит, он переводится как another list. Да, если мы оставим все как есть, то пока нет никакого эффекта. Почему я говорю связанные теги? Потому что, если внутри тега ul мы используем специальный тег, который называется li, list, item, ну, и, допустим, здесь я поставлю пока временно какой-то текст, то мы видим, что мы получаем один элемент списка. Если внутри тега ul мы продублируем этот элемент li, то, как видите, мы получаем обычный классический список, как раз-таки в html. Давайте приведем его, допустим, к нормальному формату, то есть в данном случае я укажу, например, две своих социальных сети, это будет https instagram.com владелен.minin и укажу telegram https ttps t.me jss by владелен. Если я оставляю все в таком виде, то, как видите, мы получаем здесь список. Пока что эти ссылки не являются ссылками, но, во всяком случае, мы их видим. Пока мы говорим про списки, я хочу показать другой вариант списка, потому что здесь сейчас вы видите, что у нас, так как это anodded list, то есть список без определенного порядка, то мы получаем здесь точки. Существует и альтернативный тег, он работает точно по такой же структуре, он называется ol, audit list. И внутри та же самая идея, мы используем тег li для того, чтобы перечислять определенные пункты. Ну, какие у меня хобби. Первый, допустим, укажу блогерство, я не знаю, правильно будет написать блогерство, пусть будет просто будет блогер, а второй элемент пусть будет быстрая езда на машинах, потом будет спорт, например, мма, лыжи, и, например, четвертый пункт, пусть будет путешествие. Нажимаю сохранить, и, как видите, здесь мы получаем уже другой результат, то есть каждый элемент, он идет под следующим пунктом, то есть вот эти вот цифры HTML за нас выставил автоматически. Здесь я также хочу сделать небольшое отступление, потому что мы можем по-различному настраивать эти списки с помощью атрибутов, и вы уже знаете, как это сделать, мы можем набрать название тега, перейти в документацию MDN, и давайте посмотрим, какие атрибуты у него присутствуют. Ну, скажем, у тега OL мы можем использовать атрибут type, который может менять тип вот этого черного кружочка. Давайте попробуем это сделать. Значит, например, type будет равняться пусть будет square, то есть я беру это название отсюда, нажимаю сохранить, и мы теперь получаем здесь квадратики. То есть идея заключается в том, что вы также смотрите, какие есть теги, какие у них есть атрибуты, и вы можете их настраивать. Если же мы говорим про, допустим, список OL, то давайте попробую прогуглить здесь OL. здесь у нас тоже есть атрибут type, у которого есть другие значения, ну, например, мы можем использовать римскую нумерацию, можем попробовать, на своей памяти я не припомню, чтобы я когда-то пользовался этими атрибутами, но здесь я хочу показать просто идею того, как работает сам HTML, то есть теперь вы видите, что мы получаем другой результат. Почему я не использовал это на практике, потому что обычно это все делается через CSS, но здесь я хочу опять же, чтобы вы понимали механику работы HTML. Со списками я думаю все понятно, теперь давайте перейдем к работе с ссылками, потому что конечно здорово, что я оставил здесь обычный текст, но хочется, чтобы все-таки это была красивая ссылочка. И для того, чтобы добавлять ссылки в HTML, для этого присутствует специальный тег, который называется A. мы в тег A добавляем тот текст, который мы хотим сделать ссылкой. Здесь обратите внимание, что нужно правильно закрывать эти теги. Однако, если я по умолчанию оставляю все в таком виде, то, как видите, текст не превратился в ссылку, потому что в данном случае эта ссылка это просто текст, это называется Ankor, который по сути является названием данной ссылки. И для того, чтобы указать URL, по которому эта ссылка должна работать, мы для тега A должны добавить атрибут, который называется href. И вот сюда мы уже должны передать какую-то ссылку. Ну, например, для Инстаграма. Я укажу Инстаграм, для Телеграма. Я укажу Телеграм. Теперь нажимаю Сохранить. И, как видите, здесь мы получаем ссылку. Если я попробую перейти по этой ссылке, то мы оказываемся в моем Инстаграм-аккаунте. Давайте, допустим, попробуем улучшить данную систему. Я вижу здесь две проблемы. Во-первых, я хочу, чтобы ссылка вела на мой Инстаграм, но при этом она называлась по-другому. Для того, чтобы изменить название, мы можем как раз-таки менять содержимое внутри тега А. Но обратите внимание, что не атрибут. Допустим, здесь я напишу просто Инстаграм, а вместо Телеграм я напишу Телеграм. Нажимаю Сохранить. Как видите, здесь у нас меняется текст, но если я нажимаю на ссылку, то я все равно перехожу, куда мне нужно. Либо в Инстаграм, либо в Телеграм. Сейчас не буду открывать. Другая проблема, которую я вижу, это то, что когда я нажимаю на эту ссылку, я в этом же окне открываю другую ссылку, то есть я теряю наш сайт, на котором мы сейчас находимся. А я бы не хотел, чтобы так происходило, потому что пользователь уходит, получается, с моего резюме. И поэтому для того, чтобы это изменить, мы можем добавить еще один атрибут, который называется target для ссылки. И здесь есть специальное значение, которое называется нижнее подчеркивание бланк. Значит, для Инстаграма я это оставил. Теперь, если я нажимаю на Инстаграм, то, как видите, у нас открывается данное окно уже в новой вкладке. И на самом деле таким образом и работает веб, что вы на сайте встречаете различные ссылки. Они вот все сформированы именно таким вот образом. И вы переходите на другие сайты таким образом и создается вот эта вот сеть. Давайте теперь добавим также этот таргет для другой ссылки, для того, чтобы телеграмм также открывался в новой вкладке. Окей, работает. Хочу подчеркнуть, что порядок этих атрибутов он не имеет значения. То есть вы можете их вставлять в любом порядке, в котором хотите. Также в теме про ссылки я хочу показать, как мы можем делать мультистраничный сайт, когда у нас есть не одна индекс-html-страница, а есть еще и другая. Давайте для этого я где-нибудь внизу создам новое меню, условно, с помощью новой секции, с помощью тега h2, где напишу YouTube курсы. И здесь я хочу добавить ссылку, которая будет ввести на страницу со списком всех этих курсов. Пока ашриф я не буду прописывать, скажем, в тексте ссылки я напишу посмотреть список. Теперь я хочу, чтобы при нажатии на эту кнопочку я открывал новую страницу нашего сайта. Но для этого в первую очередь нам необходимо создать эту страницу. Я перехожу в папку нашего проекта и здесь нажимаю создать новый файл. допустим я назову файл как youtube.html просто другой html файл. Значит здесь я с помощью эмита создам базовую структуру html удалю лишнюю информацию чтобы она нас сейчас не смущала. например напишу youtube курсы и здесь что-нибудь простое совсем сделаю чтобы сейчас времени растягивать допустим будет список будет один элемент ли где я добавлю ссылку на какой-нибудь свой существующий курс youtube значит найду себя и давайте здесь в поиске так давайте так найдем ставим ссылку вот на этот курс значит копирую его url вставляю сюда и давайте название также скопирую чисто для примера сохраняем теперь у нас есть два файла youtube.html и индекс.html и для того чтобы вот эта ссылка ввела на новую страницу мы просто здесь прописываем youtube.html теперь смотрите на нашем сайте я нажимаю посмотреть список и здесь у нас есть список из одного пока элемента но если я на него нажимаю то я перехожу на сайт youtube примерно такая идея здесь то есть вы можете создавать множество страниц для вашего сайта вы можете делать различные переходы между ними и вот с помощью html делается таким простым способом теперь давайте перейдем к следующей теме и мне бы хотелось чтобы на этой странице была моя картинка потому что в конечном итоге это все-таки резюме и профессиональным рекрутерам хочется видеть что это за человек значит вы можете использовать любую картинку которую захотите можете в свою ставить для того чтобы у вас примерно было настоящее резюме я попробую найти опять же себя здесь картинки ну например вот это из ВК значит здесь я нажимаю правой кнопкой открыть изображение в новой вкладке значит и здесь мне потребуется вот этот URL адрес я вам покажу два способа сейчас давайте покажу именно с URL я копирую этот адрес в принципе можно давайте оставим здесь и например эту картинку я хочу вставить наверху нашего сайта для того чтобы в HTML вставлять картинки здесь я использую тег EMG тег EMG он является самозакрывающимся то есть мы контент сюда вставляем с помощью атрибутов и первый атрибут который нам самый важный здесь это SRC то есть путь до самой картинки куда мы вставляем необходимую ссылку как видите мы сразу же получили здесь нужную нам картинку и теперь наш сайт уже выглядит немного иначе для тега EMG я также хочу добавить некоторые настройки по размеру этой картинки скажем width то есть ширина этой картинки я хочу чтобы было 200 ну и мне кажется что выглядит более или менее приемлемо это первый способ второй способ если вы хотите локально использовать эту картинку потому что сейчас мы ее забираем из какого-то сайта и в папке нашего проекта этой картинки нет мы можем сохранить это изображение давайте vs-code html-курс допустим я назову картинку как avatar например нажимаю сохранить теперь проверяем что у нас есть эта картинка у нее расширение .jpg поэтому сейчас здесь вместо этого удаленного адреса я могу написать avatar.jpg если мы посмотрим то мы получили абсолютно тот же самый результат и таким образом можно использовать картинки дальше что касается картинок есть очень важная тема которую я вам рекомендую всегда абсолютно соблюдать например по какой-то причине картинка может быть недоступна скажем мы сделали ошибку в названии я поставил здесь дополнительный символ нажимаю сохранить и мы получаем здесь вот такой некрасивый элемент возможно вы его раньше встречали который говорит о том что картинка не найдена хорошей практикой считается если вы добавляете для картинки специальный атрибут который называется alt он переводится как альтернативный текст и в случае если картинка не была найдена то тогда мы будем показывать этот текст ну например здесь напишу тут моя фотка да и если я оставляю такое значение атрибута то во всяком случае мы получаем какой-то осмысленный текст который говорит что здесь должно быть поисковые роботы такие как яндекс и гугл по этому атрибуту понимают название картинки и с помощью этого вы можете их искать в поисковых сетях поэтому учтите это нужно ставить если картинка найдена то alt не работает но во всяком случае опять же роботы его спокойно находят теперь давайте перейдем к следующей теме и мне кажется что было бы круто после хобби добавить опыт работы для этого я добавлю еще одну секцию это будет заголовок h2 например здесь напишу опыт работы и опыт работы я хочу добавить в таблице потому что с помощью html мы также можем добавлять различные таблицы это также связка одного количества тегов и идея здесь супер простая значит у нас используется корневой тег table и дальше нам необходимо пойти по следующей схеме мы описываем каждую строчку по порядку и для того чтобы обозначить что мы начали и закончили строчку используется тег tr он переводится как table row то есть например если я хочу сделать несколько строчек то вот такая примерно будет структура у нашей таблицы дальше что касается тега tr то внутри мы должны использовать другой тег который называется т.д. он переводится как table data давайте пока удалю лишние строчки ну и допустим у меня будет здесь три колонки где будут следующие данные вначале например я напишу название компании потом я напишу должность и потом напишу год когда я там работал не буду перечислять все места например здесь я напишу покажу ipam должность была software engineer и года по-моему там были 2016 2017 что-то в этом духе давайте посмотрим как это выглядит и вот мы получаем такую строчку пока не очень понятно что это таблица но если мы добавим новую строчку допустим здесь я напишу software outsourcing services так компания называлась значит здесь у меня была должность lead frontend и года там были 17 и если я не ошибаюсь 19 то сейчас мы видим что в принципе мы получили определенную структуру опять же пока не очень понятно что это таблица но во всяком случае мы видим что необходимые ячейки они сгруппированы да то есть вот название идет дальше идет другая колоночка с названием роли и года если опять же мы посмотрим на документацию в тейбл тейбл html дн посмотрим какие атрибуты вообще мы можем здесь использовать то я вам продемонстрирую сейчас атрибут border хотя он является устаревшим только для того чтобы продемонстрировать как это работает можем поставить например border2 и мы получим теперь границы нашей таблицы видите они выглядят абсолютно ужасно и в курсе по css я вам покажу как делать красиво все эти элементы но тем не менее мы видим сейчас явно что это таблица и вот как она сгруппирована давайте еще поговорим про таблицу то есть это базовая структура однако мы можем прям детализировать различные секции нашей таблицы то есть например сейчас мне не хватает здесь заголовков колонок да потому что ну непонятно к чему что относится и на самом деле для этого мы можем использовать такую структуру добавить еще одну строчку tr до вначале нашей таблицы и дальше здесь мы уже используем так нет т.д. мы используем здесь так тяж тейбл хедер так как у нас три колонки то нам нужно трижды это продублировать ну и здесь давайте напишу компания дальше должность и дальше год если я оставлю таком виде то теперь мы видим что окей это уже больше похоже на таблицу то есть мы еще сделаем например границу поменьше все интересно если так сделаю выглядит выглядит ужасно давайте вообще бороду уберем в любом случае сейчас хотя бы понятно да что к чему относится это первый способ есть еще более детализированный способ настройки он не так часто используется в основном используют для стилистики но для того чтобы понимали как это работает мы можем указывать внутри таблицы специальные секции такие как т хэд тейбл хэд тбади и там по моему есть т фут если мы посмотрим на эту структуру то это очень похоже на структуру самого html да то есть есть хэдер данной таблицы туда мы обычно складываем заголовок что касается данных самой таблицы мы складываем это в баде видите визуально ничего не изменилось но при этом теперь мы можем отдельно влиять на различные блоки в футере мы складываем то что находится внизу этой таблицы например там общий подсчет каких-то элементов и так далее вот но это используется не так чтобы супер часто поэтому давайте сейчас не будем переусложнять данную структуру я удалю эти элементы просто имейте ввиду что они есть теперь давайте форматирование сделаем красивым и оставим данную таблицу в таком состоянии я хочу закончить тему с таблицами такой истории что раньше когда веб разработка была не очень развита не был развита css то нам с помощью таблиц можно было создавать так называемый layout то есть сетку нашего сайта и как пример здесь я могу привести что у нас есть задача чтобы аватарка например находилась слева а вот этот вот текст он находился справа от аватарки и на самом деле мы это можем сделать с помощью таблицы давайте на текущий момент так и поступим опять же в блоке по css мы это сделаем по нормальному сейчас практикуемся именно с html здесь мы также создаем table и для того чтобы реализовать такую задачу по сути у нас должна быть таблица состоящая из одной строчки но из двух колонок то есть нам нужен один tr и две штуки т.д. в первый т.д. мы выносим картинку а второй т.д. мы выносим вот эту информацию теперь если сохраним то как видите мы моментально реализовали эту задачу да то есть таблица в html это не только для данных но и в том числе для подобных ситуаций кстати если мы хотим добавить здесь чуть больше пространства например между аватаркой и текстом то временно мы можем использовать такой атрибут который называется cell spacing равняется ну пусть будет например 15 да и как видите мы получили здесь до пространства то есть пока в рамках html мне нравится такая структура и давайте оставим это в таком виде хочу немножечко улучшить добавить этих горизонтальных линий для того чтобы отделить секции так опыт работы и давайте отделим также еще youtube курсы у нас будет последняя секция которую я назову связаться со мной и здесь я хочу поговорить про то как работают формы в html то есть как мы можем добавлять какие-то свои собственные записи вот на примере блока как мы можем связаться со мной давайте я сделаю здесь чуть больше масштаб так и временно для того чтобы вот не внизу была эта секция я перенесу ее куда-нибудь например после 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 моих хобби так вот сделаем то есть мы здесь будем работать потом я принесу это вниз значит для того чтобы работать с формами в html присутствует специальный тег который называется форм значит давайте пока не будем говорить про атрибуты которые есть в этом теге нажимаю сохранить и как видите пока здесь нет никаких элементов но при этом если мы хотим что-то вписывать то есть вот обычно давайте подумаем вообще логически какие элементы мы здесь хотим видеть мы здесь хотим видеть имя человека который хочет со мной связаться например его email текст сообщения которые он не хочет оставить ну и кнопочка чтобы все это отправить то есть классика мы можем это все реализовать с помощью специального тега который называется input значит и в качестве если мы просто оставим здесь input то мы получаем вот такой вот элемент где мы можем уже что-то писать почти для каждого импута есть обязательный атрибут который называется type и как видите типов данных импутов может быть довольно таки много мы сейчас некоторые с вами из них разберем по умолчанию идет type текст да то есть если мы сейчас ставим это ничего не изменилось потому что мы сюда действительно можем писать какой-то текст и импут это элемент в одну линию да когда мы что-то 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 можем вписывать если мы хотим добавить название для этого импута то присутствует так который называется лейбл ну и давайте здесь напишем ваше имя раз мы получаем вот такую структуру сразу же хочу показать правильную связку что если мы хотим чтобы при клике на текст ваше имя мы автоматически попадали вот в этот импут то мы можем использовать атрибут for на лейбле допустим если напишу ней и запомните это вот ключевое слово ней потому что это значение нам необходимо указать как атрибут айди в импуте с которым мы хотим это связать если айди и атрибут for совпадают то смотрите на результат я нажимаю сюда и при этом у меня откликается сам импут опять же у импутов довольно таки много настроек одна из основных тоже это свойство place holder здесь мы можем вписывать какой-либо текст который будет виден пользователю когда импут будет пустым ну например начните вводить ваше имя давайте сделаем покороче но я думаю что вы ее поняли вот уже с текст подсказочка что необходимо сделать в данном импуте если начинаю что-то вписывать то подсказка исчезает если я все удаляю то подсказка остается попробую сделать покороче введите ваше имя в принципе окей мне это устраивает теперь давайте продублируем такую структуру для имейла значит теперь давайте все это изменим ваш имейл давайте for сделаем имейл айди сделаем имейл и type тоже будет имейл как видите пересвязка также работает здесь тоже нужно отправить видите просто написать здесь имейл и для того чтобы допустим вот этот имейл находился на новой строчке мы можем уже использовать знакомый нам так бр да и таким образом мы получаем такую структуру чуть-чуть расскажу про импута и про различные их типы давайте посмотрим что помимо текста здесь может быть быть такие импут например как намбер и в случае с числом здесь мы как видите получаем вспомогательный инструмент для ввода именно числа существуют такие импуты например как пассворт и суть его заключается в том что этот текст но если мы здесь что-то вписываем то мы не видим что мы вписываем будет часто я уверен такое встречали это реализовывается именно таким образом существуют такие импуты как color то есть мы можем теперь здесь выбирать цвет именно такие вещи например дэйт да и мы можем получать здесь календарик то есть на самом деле вот этих импут тайпов их довольно таки много по моему даже есть range да из того что точно обязательно знать это checkbox да то есть вы явно видели подобные элементы есть тип как радио это радио кнопочки и вообще рекомендую посмотреть и попрактиковаться с тем какие импут тайпы присутствуют как вы их можете использовать да потому что но запоминать это не нужно но при этом знать какие именно есть все таки вам пригодится и в данном случае я хочу показать последний импут тайп который называется submit значит как видите это превратилась у нас в кнопку и кнопка нам потребуется потом для того чтобы отправлять всю нашу форму которую мы впишем читайте перенесем ее на новую строчку по умолчанию здесь написано отправить но если мы хотим написать здесь свой собственный текст то тогда мы должны использовать атрибут велью ну и например здесь написать связаться видеть текст менялся и кстати атрибут велью он работает для всех импутов например мы можем помощью велью задавать какое-то значение по умолчанию скажем тест собака mail точка ру и как видите это значение остается в самом импуте но здесь это нет смысла добавлять поэтому я удалю дальше нам осталось добавить здесь еще поле где человек может ввести свой собственный текст давайте я скопирую вот эту структуру значит лейба у нас будет for текст напишем ваше сообщение но если мы оставим таком виде то сообщение не очень удобно вписывать в импуте поэтому для того чтобы использовались поле лучше существует так который называется текст арея и давайте сразу же есть дадим айди текст для того чтобы связать вот именно с этим лейплом как видите мы здесь получаем уже многоуровневый такой импут да и здесь мы можем вписывать много текста так это и работает текстовую арею мы можем настраивать по-разному то есть указывая сколько здесь будет строчек например 5 сколько здесь будет колонок например 2 лучше я думаю менять местами 5 колонок и например две строчки или я честно угодно устраиваю на самом деле просто визуально как это получится ну и например чтобы это выглядело посимпатичнее после лейба можем пробовать поставить бр и да это базовый html да то есть он идет без стилистики но во всяком случае мы смогли это сделать что касается тега форм то здесь присутствует атрибут который называется экшен и в качестве экшена мы должны указать какой скрипт по какому пути будет обрабатывать эту форму в рамках html мы можем пока не думать про это то есть здесь мы можем указывать например пич пи или указывает какой-то удаленный сервер или связывать это с java скрипт пока можно оставить допустим просто слэш и в таком случае если нажму связаться то мы оказываемся на этой же странице и в принципе теперь если мы посмотрим на тот сайт который мы разработали то вполне себе неплохой сайт наше резюме разумеется я вам рекомендую очень для того чтобы попрактиковаться дополнить его своими данными попробовать различные элементы которые есть в html поиграться с таблицами со списками с атрибутами то есть это делается для того чтобы вы лучше запоминали как это работает вы сделаете довольно таки быстро то есть html довольно таки просто для освоения а последняя тема в рамках данного видео которое я вам хочу показать это то как этот сайт залить чтобы другие люди его смогли видеть только перед этим я перенесу формочку по связыванию вместе с тегом horizontal.ru куда-нибудь вниз примеру сюда да то есть сейчас у нас идет основная информация соцсети хобби опыт другая страничка и формочка по связке значит для того чтобы залить этот сайт я вам очень рекомендую зарегистрироваться на сайте гитхаба значит сейчас я уже вошел в аккаунт это мой основной аккаунт с таким никнеймом но я нахожусь сейчас в другом специально там для моих проектов для того чтобы зарегистрироваться в гитхабе вы просто переходите на github.com и в общем создаете аккаунт тут ничего сложного нет в будущем это будет ваша основная соцсеть как разработчика то здесь вы будете хранить свои проекты можете выкладывать сайты в общем очень удобная штука крайне рекомендую и значит здесь вы должны помощью например вот этой кнопочки создать новый репозиторий давайте назову его скажем себе можем добавить здесь какое-то описание обязательно поставить здесь вот эту галочку от redmi файл и после этого нажимаем create репозитория как видите сейчас у нас тут ничего нет я уже предлагаю кстати сделать все на полную страницу и нам сюда сейчас необходимо залить те файлы которые мы только что создали для нашего проекта я нажимаю кнопочку здесь это файл и оплот файл значит здесь я выбираю choose files перехожу в наш сайт чтм курс и выбираю все вот эти вот файлы нажимаю открыть не у нас сейчас загружаются то есть мы загружаем свой сайт сейчас на гитхаб здесь нам необходимо дать описание create cv и после этого нажимаем зеленую кнопку комит changes отлично теперь мы видим что мы залили все эти файлы на гитхаб дальше нам необходимо перейти в settings и мы переходим в поле pages в меню source мы выбираем main да и у вас только должен быть здесь main если вы ничего не делали после этого я нажимаю здесь сейф и смотрите сейчас нам гитхаб говорит про то что ваш сайт был успешно запаблишен по адресу вот и дальше ваш адрес собственно есть если мы перейдем по этой ссылке то как видите мы получаем этот сайт рабочий уже по удаленному адресу который мы можем скидывать там не знаю нашим друзьям потенциальным работодателям и так далее да то есть если он сразу же у вас не открылся чуть-чуть подождите дайте их обо время и он обязательно откроется посмотрим что мы можем переходить на другие странички да видите это прекрасно работает я вас поздравляю мы вот за этот ролик познакомились с тем что такое html увидели все его базовые концепции создали свой первый сайт резюме выложили его на гитхаб я считаю что получилось довольно таки круто в следующем видео которое вам крайне рекомендую я буду рассказывать про основы css и там мы возьмем за основу этот сайт и сделаем из него прям реальную красоту поэтому ищите его на моем канале а на этом у меня все благодарю за внимание учитесь программировать и успехов и и Субтитры создавал DimaTorzok